Добрый день! Сегодня у нас на обзоре будут кроссовки от фирмы New Balance классика, ретро-классика из далекого 88 года. Модель, можно так сказать, золотая середина. Модель 574. Вот такая вот коробка, стандартная, в принципе, азиатская версия. Кроссовки сами вот так вот выглядят. Версия очень распространена в Европе среди студентов. По ценнику изначально скажу в районе 9-10 тысяч рублей, ну там плюс-минус 500 или 1000 рублей, смотря где покупать. Модель сама по себе является по ценовой категории на среднее или даже чуть ниже. Модель реально золотая середина. По меркам New Balance относительно недорого стоит. По другим меркам, если сравнивать с конкурентами, конечно, модель по ценнику проигрывает. Как по качеству, мы чуть-чуть попозже с вами посмотрим. Я вам покажу всех конкурентов. Есть огромное количество расцветок. Не успела приехать расцветка полностью в черной цветовой гамме. Там и подошва была черная. Полностью все черные. Так бы я вам показал еще другие цвета. Ну да ладно. Верх идет полностью из замши. Замша не такая прям супер качество. Ну и не такая, чтобы сказать, самая лоховская. Извиняюсь за выражение. По всему периметру идет замша. Все прошито. Двойной строчкой все качественно сделано. Что мне нравится. Проклеено. Все прошито. Усиление под большой палец. Такие перфорированные, плотные шнурки. Развязываться такие точно никогда не будут. Спереди вот так вот все выглядит. Под шнурки петелька сделана, чтобы язычок не сползал. Здесь вставки текстиля. Текстиль перфорированный. Изнутри еще идет мягкий подклад. Модель где-то идет на диапазон температур от 0,5 градусов до плюс 20. Где-то идет холодное лето, демисезон. Ну летом я бы, конечно, такие кроссовки не стал носить. Здесь идет по периметру каркас в пятке. Полиуретановый, но обычная пластмасска. Здесь ничего такого сверхъестественного. Намек на ретробег, чтобы сделать беговую шнуровку. Модель очень, в принципе, хорошо амортизированная. Если сравнивать с другими конкурентами, то довольно-таки хорошая амортизация. Ну это заслуга промежуточной подошвы. То есть, получается, в два слоя идет промежуточная подошва. Ну и стелька довольно-таки хорошего качества. Единственный момент, что здесь мне не особо нравится. Ну это, как говорится, на любителя. Нос сделан как-то тупообразно. Именно вот эта часть обычно более скругляют другие производители. Здесь более широко сделано. Широкий такой носок получается. И он как-то сделан угловато немного. Вот эта область именно. Я думаю, вам будет сверху видно. Ну здесь еще такой как бы обман зрения идет. Что здесь вот нахлест как бы усиление под большой палец сделали своеобразно. И поэтому как-то кажется, что странно выглядит. Ну а так, в принципе, модель довольно-таки достойная. Ну и, конечно, сразу же изначально скажу. Запаситесь водотавщейся пропиткой. Потому что замша сама по себе не имеет химобработки. Краска обычная. Замша обычная, даже жестковатая. То есть разводы здесь вот как вот идут. То есть как обычно, если проводишь пальцем и ворсинки в разные стороны. Здесь такого вообще нет. То есть она прокрашена. Если брать у конкурентов, обычно такую замшу используют на более дешевых моделях. Если более топового уровня модели, там, конечно, химобработка идет. Под воду попадаете. И ничего страшного, особо выцветать не будет. Эти попробуйте постирать раза 3-4. Еще добавьте агрессивных средств. И обесцвечивание вам полностью точно обеспечено. Ну а так, в принципе, неплохая модель. Но ценник, конечно, 9, 9,5-10 тысяч. Именно в Российской Федерации ставит большой крестный и большой вопрос над этой моделью. Промежуточная подошва. Пеноматериал. Довольно-таки хороший амортизационный пеноматериал. Здесь вот не видно, наверное, будет. Вот здесь вот идет, получается, пеноматериал. Потом идет другой пеноматериал. И здесь полиуретановый, получается, покрытие, полиуретановый слой сверху идет. Сама технология Encape. Это вот здесь вот, в этой части, вставлен специальный амортизационный пеноматериал. За счет этого идет амортизатор вот этой пяточной области. Ну, такое интересное решение. Они давно-давно его начали уже внедрять в свои модели. Хорошие протекторы, непроблематичные. Хорошие износостойкие. Резина вот такая вот по толщине. Я думаю, тут, в принципе, все достойно сделано. Что мне понравилось, я говорю, везде все прошито двойной строчкой. Все проклеено, все качественно сделано. И тут, я думаю, не будет такого, что где-то что-то отклеится или оторвется. Единственное, что вот только каркас. Ну, это, как обычно, делают на клеевой основе. То есть, вот бирка. Посмотрите. Видно, да, думаю? Вот вверх идет значок кожи. То есть, идет натуральная замша и текстиль. Периметр ахилла пятка. Ну, такие маленькие, небольшие вставки текстиля. Тут, в принципе, все комфортно. Модель на ноге сидит как влитая, честно говоря. У кого, особенно, вот эта широкая стопа в этой области и высокие изъемы. Думаю, вам модель эта должна подойти без проблем. По стельке. Сейчас я вам покажу. Стелька здесь довольно-таки хорошая. С отверстиями, вентиляционная. Такая вот стелька. По толщине. Вот такая вот. Сам пеноматериал очень мягкий. Мягче, чем обычно используют на ретро-кроссовках. Здесь небольшая такая боковая поддержка. То есть, идет внахлёст вот эта область. И, в принципе, здесь все неплохо сделано. Здесь вот так вот идет текстиль. Ну, и там, скорее всего, под низом картон приклеенный. То есть, вот так все прошито. Язычок вот так вот выглядит. Видите, всегда New Balance предупреждает о том, что нельзя стирать, не использовать на каких-то... Сушить с помощью батарей и не использовать агрессивные средства. Сама бирка. Модель 2015 года. Ну, то есть, 2016, там и 2017, и 2014. Они ничем не отличаются. Только цветовая гамма. Делает Вьетнам. Обязательно помните, что есть полнота у New Balance. Да, это средняя полнота. Далее, сразу же вам покажу по поводу оригинальности. Так как New Balance это та фирма, которую очень часто поделают. Потому что ихние кроссовки очень дорого стоят. Но у них нет единого стандарта бирок. Что меня очень бесит в этой фирме. То, что берешь версии Китая, Вьетнам, Англии, Америка. Везде бирки будут одинаковые. Я вам сейчас покажу. Здесь вот. Видите, код под номером модели, где идет 8. Я через камеру не очень не вижу. А вот если вы развернете на весь экран, вы видите 8, 8, 9, 5. Вот этот, видите, код. На конце 500, да. Он, по идее, должен совпадать вот с этим кодом. Видите, 500. Но такое не всегда бывает. Я видел оригинальные модели, где этот код вообще не совпадал. Такое тоже бывает, да. Далее. То есть, вот год. Год видно, да. И вот здесь вот уникальный номер в самом низу. Или предпоследний. Я уже запутался. Не, внизу. Где написано вот 0732. Как у Адидаса прям. Эти уникальные номера, вот которые внизу. Видно? 0732. Должны на левом и правом кроссовке отличаться. Сейчас мы посмотрим. Сейчас я вам так вот продемонстрирую. 0747. Видно? Внизу. Вот отличается. Значит, уже оригинальные. Как минимум оригинальные. Обычно такое не подделывают. Обычно там одинаковые или вообще не указывают. Почему я говорил, что разные ярлыки, разные стандарты. Вот, допустим, New Balance, да. Американские. Посмотрите на ярлык. Ярлык уже совсем другой. Типа английские. Бирки. Видно, да. Уже совсем другой ярлык. Здесь не указывается. Ни уникальный номер, ни год производства. Вообще ничего. Только модель и полнота. И вот смотрим теперь китайский. Здесь вот нет уникального номера, насколько я вижу. Да, уникального номера здесь вообще нет. Модель 13. Ну, то есть, сами понимаете. Все модели оригинальные, которые я показал, а единого стандарта нет. И это очень-очень плохо. Так, теперь, что еще по конкурентам. Сейчас посмотрим. Я вот так вот, наверное, положу, чтобы удобнее было. New Balance у нас 574. Главный конкурент, это, как обычно, Adidas. Да, куда без Adidas. Это серия ZX. ZX-ов бывает огромное количество. Разные все модели. Ну, вот я, допустим, взял 420. 420-я модель. Получается, в принципе, хорошая амортизация. Модель стоит в районе 6500, где-то там 7000. Ну, 6500 есть на синтетике, есть на натуральных материалах, на замше тоже. Вот это синтетика облегченная. Здесь идут в пяточной области и в носочной области. Видите, вот эти синенькие, это специальные амортизационные материалы. Модель по мягкости и по амортизации, в принципе, схожа с New Balance. Но, наверное, чуток проигрывает, так как вот эта промежуточная подошва все-таки чуть-чуть пожестче, чем та. Ну, и стелька. Здесь у Adidas обычно используют стандартную стельку. Сейчас вам покажу. Стелька у них вот такая вот обычная. И пеноматериал сам по себе, он потверже, чем использовал New Balance. Далее пойдем в Reebok. Сходим. В Reebok обычно конкурентом является серия GL. Ну, вот это, допустим, 6000. И Reebok Classic. Ну, и там разные бывают. Ценник у них в районе 6-6500 рублей получается. Но здесь амортизация намного жестче. Она не такая амортизационная. Промежуточная подошва твердая. Замша, в принципе, хорошая. Здесь намного лучше, чем в тех New Balance. Но ценник, видите, 6-6500. И New Balance опять по ценнику проигрывает. И обычно на распродажах со скидками вот эти модели, да, ZX или GL, можно купить намного дешевле. Там в районе 4000, я думаю, вы сможете купить. А то еще дешевле. Всякое же бывает. Так, по Reebok еще. Вот Reebok Classic идет. Тоже получается неплохая амортизация. Но, конечно, проигрывает по первым вот этим двум моделям. А так, в принципе, тоже неплохо выглядит. Ну, и ценник в районе 6000 рублей. Так, по Puma, наверное, пройдемся, да. Puma Trinomic XT1. Вот здесь вот самый главный конкурент. Тоже различные там ставки. Вверха бывает цветовых гамм. Различное множество. Я сравниваю чисто вот амортизационную подошву. Амортизационная подошва здесь очень и очень хорошая. Здесь система Trinomic. Она, честно говоря, переиграет вот все эти модели по амортизации. Ну, наверное, где-то схоже с New Balance, но чуть-чуть получше за счет вот этой вставки. То есть амортизационное свойство здесь конкретное. Ну, и вставка здесь идет из стельки Orpholite. Очень мягкая. Ну, и понятное дело, что выигрывает. А по ценнику в районе 5,5-6 тысяч рублей дешевле, чем все вот эти. Ну, и еще главный конкурент Asics. Куда тоже без него серия, получается, GEL Lite. Третья бывает, пятая. Ну, вот это у меня третья. Future Pack, насколько помню. То есть вот такая вот версия. Эта версия выиграет все вот эти все абсолютно модели по своей амортизации. Ценник у этой модели в районе 7,5-8 тысяч рублей. Чуть ниже New Balance. Но здесь самый крутой момент – это промежуточная подошва. Она реально очень амортизационная. Здесь еще идут две гелевые вставки. Вот здесь вот внутри. И вот здесь вот. Ну, по идее, должны идти. И вот их одеваешь, реально чувствуется не просто даже амортизация. Амортизируют, а они тоже отлично. Здесь именно толчковый момент. То есть вас заамортизировала подошва и оттолкнула еще при этом. Это, получается, выигрышный момент. И выиграет не все остальные модели. Но здесь, конечно, верх более плохой. Ну, верха бывают разные. И здесь, что еще мне понравилось. Стелька, стелька. Вот такая вот. С поддержкой боковой обычно. Ну, пеноматериал обычный. Но, как сама по себе, стелька довольно-таки неплохая. И вытаскивается. И здесь. Ну, а здесь сделан уже, видите, прессованный картон. Но это не мешает ей быть очень хорошей в плане амортизации. Потому что промежуточная подошва, пеноматериал. Здесь самый лучший из всех вот этих моделей. Так, в принципе, теперь я вам обещал еще по поводу водостойкости. Возьмем такие диски ватные. Немножко смочу я этот диск. Ну, понятное дело, чем я смочил. Нет, не написал. Не такой я прям садомозаихист. Видите, что творится? Я всего лишь намочил. И какой эффект это дало? А что будет, если вы будете, ну, допустим, моющими средствами мыть эту модель? Поэтому желательно сухая очистка. Ну, и в каких-то случаях неагрессивными средствами. То есть гели различные. Я уже об этом говорил. Видите как? Ну, вот такой вот момент. Даже если насухо, думаю, буду тереть здесь, то тоже будет такая же ситуация. Ну, сейчас посмотрим у Пумы, что произойдет. Я не знаю, конечно, нет. Ну, Пума намного лучше повела себя. Практически нету. Ну, есть, на камере будет не видно, но немножко, в отличие от чем здесь. Здесь, конечно. Ну, здесь сразу же чувствуется хорошее качество замши. Так, вот здесь вот такая же замша абсолютно, как вот здесь вот. Только ценник у этих моделей в районе 5,5-6 тысяч рублей. Замша один в один. Ну, и модель сама один в один. Вот так вот, да, видите? Ну, и это замша. У адидаса не замша, там синтетика. Сейчас у Рибака проверим. Ну, у Рибака, в принципе, неплохая, но как бы все равно крашеная. Ну, в принципе, вообще ничего нет. По минималке. Ну, вот она сразу потемнела. Короче, вот такая вот ситуация. Я вам показал конкурентов, показал саму модель 574-ю. Показал-то показал, но выбор, как обычно, за вами. Всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok